Вы как-то сказали в одном интервью, что в истории Казахстана очень много белых пятен. Земле и народу Казахстана тысячи лет. Мы знаем все это из исторических данных. Для меня, как для историка, интересно открывать что-то новое, неизведанное в этом регионе. Мы видим, что отношения между Казахстаном и Китаем укрепляются. Китай — это огромная экономика, но все отношения должны строиться на принципах справедливости. Здравствуйте, это программа «Дословно». Мы сегодня беседуем с мистером Питером Франкопаном, историком, директором Центра византийских исследований Оксфордского университета, автором мирового бестселлера «Шелковый путь. Новая история мира». Здравствуйте, мистер Франкопан. Очень рада видеть вас в нашей программе. И первое, о чем я хотела вас спросить, почему вы решили заняться изучением истории «Шелкового пути», что привлекло вас в Центральной Азии с исторической точки зрения? Здравствуйте, и большое спасибо за этот вопрос. Мне нравится вся история любого региона, любого периода. Но когда я был маленьким, у меня в спальне была карта, и самое большое место на этой карте занимала Центральная Азия. Я думал, как люди путешествовали в такой большой стране, с запада на юг, с севера на восток. Кто эти люди, которые жили в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане? Начал изучать историю в Оксфордском университете, и меня привлекли люди, и как они были соединены, как они торговали, как они перемещались, как они обменивались идеями. Далее я узнал о таких великих городах, как Атрар, Ташкент, Самарканд, Алматы. И это было потрясающе и очень интересно по двум причинам. Первое, почему мы в Европе ничего не знали о шелковом пути. Мне в школе никогда ничего не рассказывали. Мы ничего не изучали об этой очень важной части мира. И мне стало интересно, какое она имела значение, и как эти люди путешествовали, их города, строения. Как кочевники объединяли мир, были своего рода связующим звеном между Востоком и Западом. Как они торговали тканями, лошадьми, овощами и фруктами. Ведь все тогда из Центральной Азии отправлялось в другие империи. Поэтому я стал интересоваться маршрутом «Шелковый путь» для того, чтобы понимать, как сформировалась эта связь между миром. Я хочу сказать, что Азия сейчас представляет собой глобальную историю. И моя книга, она была переведена на русский язык. На следующий год она будет переведена и на казахский. Вы как-то сказали в одном интервью, что в истории Казахстана очень много белых пятен. Это значит, что еще не исследована до конца наша история. Что вас привлекает в истории Казахстана? Как строилась экосистема в этой части мира, как выстраивалась экосистема в Казахстане, помогло сотворить мир. Обычно в исторических книгах это игнорируется, не указывается. Например, то, что здесь выращивались яблоки, что здесь такая богатая культура, что здесь проходят маршруты, которые соединяли весь мир. Земле и народу Казахстана тысячи лет. Мы знаем все это из исторических данных. Найденные артефакты вблизи Иссыкуля, Алматы и других местах представляют собой одни из наиболее важных открытий не только в истории Центральной Азии, но и в мировой цивилизации. И если рассматривать всю историю, связь этой части мира с Китаем, с Россией, с Ближним Востоком, с Европой очень важна. Для меня, как для историка, интересно открывать что-то новое, неизведанное в этом регионе, поэтому я люблю свою работу, узнавать и учиться новому. С какими вызовами может столкнуться Центральная Азия, если зайдет речь о начале Золотого века для нашего региона? Что нужно усовершенствовать, изменить, улучшить? Вы знаете, я профессор истории. Конечно же, мой ответ будет ожидаем. Это образование. Необходимо развивать образование, готовить молодых казахстанцев, чтобы они говорили на разных языках. Сейчас мы знаем, что в Казахстане есть три языка. Русский, казахский, английский. Нужно создавать возможности, чтобы молодые люди могли устроиться на хорошую работу, на самую лучшую работу, чтобы они могли придумывать инновации, технологии, чтобы казахстанская молодежь стала лучшей. Государство должно создавать условия, чтобы люди, благодаря своим способностям, могли подняться, повысить образование, сделать карьеру. Это происходит благодаря семье, поддержке семьи и образованию. И такое общество, я считаю, сильное, крепкое. Конечно же, есть ряд вызовов. Это размеры страны. Для того, чтобы перемещаться по Казахстану, нужно большое количество дорог, огромные аэропорты. Если посмотреть температуру, плюс 40 летом, минус 40 зимой, это значит, что при строительстве и развитии инфраструктуры должны использоваться особые материалы, чтобы выдерживать эти температурные режимы. Но так как я сам профессор истории, конечно, я скажу, что образование – это то направление, которое должно развиваться. Мы видим, что отношения между Казахстаном и Китаем укрепляются. Об этом говорят частые встречи лидеров наших стран. Как вы думаете, какие ставки у Китая на Казахстан? Казахстан и Китай – соседи. И, конечно же, отношения должны быть дружескими, должно развиваться сотрудничество, коллаборация, кооперация. Казахстан добывает много полезных ископаемых, и это не только нефть и энергия. Очень примечательно, что это продовольственные товары, такие как пшеница, мясо, которые экспортируются в Китай. Но тут возникает вопрос, что Казахстан хочет получить взамен, и во что он будет инвестировать то, что получил взамен за эти ресурсы. Китай – это огромная экономика, но все отношения должны строиться на принципах справедливости. Есть различные пути развития сотрудничества. Это сотрудничество должно быть таким, чтобы обе стороны – Казахстан и Китай – были довольны этим сотрудничеством. За последние 20-30 лет мы видим, что Китай сильно изменился. Допустим, если огромное количество китайцев приедет в Казахстан, конечно же, это может вызвать какое-то социальное напряжение, непринятие. Но я думаю, что открытость и умение адаптироваться, и постоянно развиваться, и развивать торговые отношения – это очень хорошо для Казахстана. И я бы здесь отметил не только торговлю с Китаем, но и также с другими глобальными партнерами и соседями, потому что здоровые отношения – это такие отношения, где есть связь со всеми. Как вы думаете, реально ли оживить региональную кооперацию, которая раньше проходила вдоль древнего шелкового пути, и именно через инициативу «Один боязь, один путь»? Какие перспективы у Казахстана? Я думаю, есть два пути – позитивный и негативный. Позитивный – это изменения, которые пережил Казахстан. Они огромные, они драматичны. Астана в качестве города не существовала. Это был маленький провинциальный город в 90-х годах. И посмотрите, какая трансформация произошла. Огромный аэропорт, кластеры, учебные заведения и другие соседи последовали этому примеру. Туркменистан изменил свою траекторию. Наблюдается и динамика, и амбиции, и желание сотрудничать с соседями. Но есть и негативная сторона, что эти отношения имеют такие сложные компоненты, как водные ресурсы. Либо есть страны, которые экономически и социально менее развиты, такие как Кыргызстан, Таджикистан. Либо есть такой сосед, как Афганистан. Он напрямую не связан с Казахстаном, но он все-таки является соседом в этом регионе. И возникает вопрос безопасности и неопределенности в этой стране. Кроме того, есть страны Персидского залива, которые за 10-15 лет тоже очень сильно изменились, и нужно принимать этого внимания. И региональное сотрудничество хорошо однозначно, но при управлении этим процессом могут возникнуть трудности. Возможно, будет и фрагментация, и нежелание. И здесь нужно осторожно и ежедневно думать, как это отразится на гражданах Казахстана. Какие возможности они получат, что они получат взамен. Как это отразится на их благосостоянии. Потому что однозначно есть такие вопросы, как изменение климата, болезни. Вспомним пандемию, когда почти все страны потеряли население и пострадали. И нужно извлечь из этого уроки. Кроме того, сейчас есть вопрос конкуренции и соревнования между крупными и сильными странами. И я думаю, Казахстану не надо прямо сейчас принимать решение и вставать на чью-то сторону. Но нужно постоянно наблюдать, мониторить и смотреть, что происходит и что правильно и выгодно для населения Казахстана в этой ситуации. Новые технологии также очень сильно развиваются. Это надо принимать во внимание. И развитие новых технологий нужно рассматривать тоже осторожно. Казахстан занимает очень выгодное местоположение. И он является связующим звеном между Китаем и Европой. И в этой связи очень большое значение имеет развитие транскаспийского международного транспортного маршрута или так называемого среднего коридора. Скажите, насколько перспективен этот путь? Если вспомнить историю шелкового пути, то шелковый путь – это прежде всего люди. Сами дороги, рельсы и трубопровод – это не так важно. Это просто то, что соединяет одну точку с другой. Для Казахстана, конечно, средний коридор очень важен, потому что он генерирует доход в первую очередь. Казахстан – транзитная страна. Если Казахстан хочет оставаться транзитной страной, которая помогает Китаю выходить на море и соединять север и юг, в чем тогда будет польза для граждан Казахстана? Я тут хочу вернуться к своему предыдущему ответу об образовании. Образование и формирование лидеров здесь, в Казахстане. То есть молодые люди – это могут быть ученые, это могут быть какие-то стартапы, новые виды бизнеса, которые улучшают жизнь. Важно понимать, Казахстан просто хочет оставаться коридором, связывающим Китай с Европой, или, являясь коридором, получить максимальную пользу от своего географического положения и получить максимальную пользу для граждан, для того, чтобы Россия, Юг, Запад, Южная и Западная Азия были связаны. Я думаю, нам всегда нужно спросить самих казахстанцев, что они хотят. Я думаю, что их голоса должны быть услышаны в этом обсуждении, и руководство должно принять это во внимание, что хотят граждане Казахстана, чего они ожидают. Я так поняла, что вы любите нашу страну, да? Я в Казахстане был много раз. Хочу сказать, что частичка моей души здесь. Я даже считаю себя немного казахом. Мне нравится приезжать сюда. Да, температура низкая, но мне нравится история, культура. Если я сравниваю Великобританию и Казахстан, я всегда думаю, как мне повезло, что в свое время я начал изучать этот регион, потому что я вижу, как изменился Казахстан за последние 30 лет. Не только Казахстан, но и вся Азия изменилась. Спасибо вам большое за интервью. Это была программа «Евразия дословная». Мы сегодня беседовали с Питером Франкопаном, историком, директором Центра византийских исследований Оксфордского университета, автором мирового бестселлера «Шелковый путь. Новая история мира». Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Продолжение следует...